Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин держит пока что 65-66 тысяч. Небольшая коррекция в последние часы, но на выходных держался очень хорошо. Но были низкие торговые объемы, ETF были закрыты, так что неудивительно. Посмотрите, какие объемы были раньше, и какие объемы на выходных. Явно, что они поменьше. Но тем не менее, биткоин смог удержать 65 тысяч. Особо никаких паттернов я не вижу. И огромные объемы толкнули биткоин вверх. А затем объемы упали на выходных. Но смотрите, цена-то не упала. Такое уменьшение объемов держится биточек. Это мой телеграм-чат. Трейдеры общаются. Вот кто-то зашел на пол биткоина и уже заработал денег. Капитализация рынка 2,4 триллиона долларов. 180 тысяч посетителей на моем сайте. BitcoinPrice.Live. Тоже можете включить у себя на телевизоре. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус. Индекс страха и жадности в зоне жадности. Смотрите, биткоин-то палился. Продажи пошли. За последние... Что это? 15-ти минутка. Был биткоин на 66 тысяч. И чик! Упал на 65500. Но все еще держится хорошо. Доминация биткоина 53%. И цена биткоина 65533. Продажа пошла. Но на выходных хорошо держался биткоин. А теперь выходные закончились. Посмотрим, что будет дальше. Откроется ETF. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Покажу вам свой торговый аккаунт на 730 тысяч долларов. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Попытаемся также пройтись по эфиру и Юнисвап. Но давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем сразу график биткоина. Недельная свеча уже вот-вот закроется. Давайте откроем еще раз. 65540 долларов биткоина. Да, так вот закрылась уже. Недельная свеча только что. И в конце этой недели пошли продажи. Смотрите. А, это дневные свечи. Но по неделе, хорошо закрылась, неделя. Смотрите, три зеленые свечи. С 52 тысячи. Поднялся биткоин на 65. Также мы видим на графике, как я говорил раньше, огромную чашку с ручкой. И также мы видим массивный бычий флаг на графике, в котором биткоин сейчас находится. Поэтому два этих бычьих паттерна сейчас работают. Также халвинг. 560 дней должно пройти после халвинга до вершины бычьего рынка. И моя цель в данном случае 269 тысяч долларов. Прямо сейчас сколько прошло? Это прошло, получается, 168 дней. А вершина бычьего рынка, это 560 дней. Еще там 400 дней почти. Тарахтеть до вершины бычьего рынка. Биткоин все еще в этом бычьем флаге. Все еще в этом канале. Чик-чик-чик. Это бычий флаг, короче. И вышел биткоин вверх из этого нисходящего клина. Стохастик направлен вверх пока что. Криптогуру-бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Тогда биткоин стоил двадцатку. Биткоин-индикатор-бот две недели назад дал сигнал на покупку. И пока что его держит. Теперь давайте перейдем на дневной. График, нисходящий клин, из которого биткоин вышел вверх. Вот он. Чик. Внутри давление. Вверх вышли. И цель этого выхода – это желтая горизонтальная линия. Вот она. 76 тысяч долларов. Пока что нет коррекции особо. Это потрясно. Также у нас тут большая W, о которой я тоже говорил. Теперь на четыре часа идем. Здесь стохастик в перепроданности. Смотрите, не было коррекции биткоина на выходных. А стохастик уже в перепроданности. Ну совсем небольшая коррекция прямо сейчас идет. С 66 биткоин опустился на 65500. Моя торговая идея, которую я вчера давал, пока что актуальна. Зайти на 64 652. Стоп-лосс на 64 230. И тейк профит. Тут много целей. 72, 76, 88, 105. И по финалу 269 тысяч. Все это уровни сопротивления. По пути к вершине бычьего рынка. Теперь давайте перейдем на мой торговый аккаунт. Здесь у меня 728 300 долларов. За 30 дней было 565. Почти 180 тысяч долларов заработал. За неделю было 691. Короче, тридцатка примерно по неделе. А нет, 40 тысяч. Это мои трейды на биткоине. Продал по 65. Там купил биткоин ниже. 52. И теперь биткоин снова 65. Сделка в плюсе на 60 тысяч 300 долларов. Размер позиции 7,5 биткоинов. Прибыль 60 тысяч 300 долларов. Хорошо. Это моя разбивка по балансу. Uniswap 8%, USDT 27, Dogecoin 20. Биткоин 18%, MCRT 14 и ETH 7%. Теперь посмотрим, что будет дальше. Как будет вести себя рынок после выходных. Посмотрим на объемы. Пока что объемы упали. Но цена-то удержалась. Отлично. Интересно. На биткоине. Так, теперь давайте посмотрим на Uniswap и на общую капитализацию рынка. Общая капитализация. 2,25 триллиона. На дневном то же самое, что и на биткоине. Я показывал на недельке. Я показывал как на биткоине, так и здесь. У нас тут большая чашка с ручкой. Да, вот она. Массивная такая. Расстояние можем измерить по основанию этой фигуры. Это должно провести нас на 3,9 триллиона долларов. Также у нас тут огромный бычий флаг. Массивный. Вот он. И чашка с ручкой. И бычий флаг, похоже. Будем выходить вверх из него. Это на общей капитализации рынка криптовалют. И также, если мы перейдем на дневной таймфрейм, то мы увидим огромный симметричный треугольник, из которого мы уже вышли вверх. Вот так работает внутри давление. Давление. Вверх выходим. А что еще показывает силу биткоина? Это то, что эскалация войны. За последние несколько дней. Израиль там ливан утюжил и так далее. А коррекции нет никакой. Не упал биткоин. Много бычьих сигналов, на мой взгляд, на рынке. Мы смотрим еще на 4 часа. Никаких особо паттернов. Теперь открываем Юнисвап. А, нет. Почитаем лучше комментарии ваши. Комментарии. Можете мне задавать вопросы. Отличное видео, Джеймс. Пожалуйста, сделай Юнисвап. Да, сделаем. Джеймс, смотрю твои видео. Научился торговать и понимать крипту. Ты хороший человек. Спасибо. Смотрю твои видео каждый день уже 3 года. И ты доказал всему миру, что любой способен научиться трейдингу. Прекрасно. Сделай, пожалуйста, список топ-10 монет, которые иксанут на Булране 25-го года. Вы смотрите мой портфолио. То, что я покупаю и держу. Юнисвап 8%, Доджкоин 20%, тдд. В общем, такое. Сделай, пожалуйста, теханализ. Оптимизм. Спасибо, Сток Гуру. Если кто знает, то перед тем, как стать Крипто Гуру, я был Сток Гуру. Но там были какие-то претензии насчет этого имени от другого персонажа. Я уже, короче, не стал там спорить. Стал Джеймсом Крипто Гуру. Ну ладно. Теперь давайте сделаем Юнисвап. Теханализ. Вот он, Юнисвап. Тут у нас... Смотрите. Какие тут паттерны? Да не-не. Не то. Тут, может быть... Это тоже нет. Это просто восходящий канал или... Не знаю. Давайте, короче, на недельку переключимся. Юнисвап на нижней границе этого... Четырехлетнего... Или трехлетнего... Этой трехлетней трендовой линии. На той же цене почти Юнисвап, как было еще на запуске. Почти та же цена. Но смотрите, что-то массивное тут формируется. Тот массивный нисходящий треугольник. Внутри давление. Давление, давление. И вверх выходим. И идем на 41 доллара. Через вот эти все горизонтальные линии это сопротивление. Если вы еще не зашли в Юнисвап, то попытайтесь поймать на коррекции. 633. Стоп-лосс ставим под месячную поддержку. 5,88. И тейк-профит на соотношение 79. А тейк-профит на 41. Хорошо выглядит Юнии. На мой взгляд, готовы уже расти. Но нужны объемы. Для этого. Теперь смотрим на эфириум. 2656 долларов. Хорошо тоже держится. Нет серьезной коррекции. Не было на выходных. Эфириум тоже на трендовой. И тоже тут большой нисходящий треугольник. Столько много бычьих сигналов везде. И скоро будут выходы. Также не забывайте присоединиться к телеграмму. Ставьте стоп-лоссы, кто-то говорит. По-любому нужно. Подписчик заработал 1700 долларов на биткоине. Поздравляю. 286% прибыли. Хорошо. 96%. Трейдеры общаются. Хорошая точка входа на сэндбокс. Спасибо тебе. Ты самый лучший трейдер в мире. Хорошо, давайте посмотрим на сэндбокс. Обычно я, если как минимум два человека просят что-то посмотреть, то я делаю. Поэтому, если хотите, чтобы я какую-то монету проанализировал, то обязательно пишите об этом. Чтобы как минимум два разных человека попросили. Или вы можете два раза где-то кинуть. Ого. Что-то формируется. Это массивный нисходящий клин на сэндбокс. Внутри давление, давление. И выходим вверх. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Это токен игрового проекта. Но я инвестировал. Я в разные инвестировал, но в основном это MCRT. Потрясающий продукт создает команда этого проекта. В общем, хорошая точка входа это 0.097. Если пойдет ниже от текущих уровней, но может и вверх пойти. Я бы заходил от месячной поддержки. Вот от этого уровня можно было бы зайти на сэндбокс. И мне нравится читать вот такие комментарии. Смотрю тебя еще с тех пор, как ты был сток-гуру. Твои курсы и советы привели меня и мою семью к финансовой свободе. Чего я всем желаю. Также напоминаю про полезные ссылки, которые есть под видео. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус. 60 тысяч долларов. Самая лучшая биржа. Сам торгую на Bybit. И проходите мои курсы по криптотрейдингу. И смотрите, какие деньги зарабатывают студенты. Гуру Настрадамус. Отличная работа. Снова Настрадамус в крипте. Прошел твои курсы, разбогател, купил себе Харли Дэвидсон. Спасибо, что посмотрели. Это все на сегодня. Прошлись по рынку. А, нет, не все. Твиттер же. Эфириум оттолкнулся от трендовой линии. Еще. Что? Биткоин. Нет коррекции. На новостях о войне. Кто зарабатывает на этом росте биткоина и доджкоина? 75% ответили, зарабатываю. 25% профтыкали. Это доджкоин. Когда я всех предупреждал. И он растет. Ну что ж, все на сегодня. Всем желаю хорошего дня. Сейчас коррекция пошла. Падает биткоин там. Посмотрим, где он остановится. Скоро откроются торги на биткоин ETF. Если объемы вырастут, биткоины будут откупать, то это очень-очень хорошо. Если откроются ETF и объемы не вырастут, то будет нехорошо. Потому что на выходных объемы низкие. ETF открываются и объемы должны вырасти. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И увидимся с вами завтра.